Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл расширенное совещание вопросом развития системы преподавания иностранных языков и профессионального обучения в школах. Президент Шавкат Мерзиёев в своём послании народу нашей страны особое внимание уделил принципу социального государства. Отметив, что социальное государство означает прежде всего создание людям равных возможностей для реализации их потенциала и необходимых условий для их достойной жизни и сокращения бедности. Важнейшей основой для достижения этой цели является образование. Поэтому в послании приоритетной задачей определено обучение школьников не менее двум иностранным языкам и одной профессии. В последние годы возросло внимание к образованию и преподавателям. Увеличилась квота приёма и число направлений обучения в высших учебных заведениях. Однако качество школьного образования ещё не достигло необходимого уровня. Например, в большинстве случаев ребёнок, проучившийся в школе 11 лет, по окончании не знает о совершенстве иностранный язык. Из-за отсутствия условий и специалистов у учеников не формируется интерес к профессии. Половина выпускников школ вступает на рынок труда без каких-либо профессиональных навыков. В связи с этим на совещании обсуждены вопросы повышения качества, обучения иностранным языкам и профессиональной ориентации учащихся. Ребёнок, который в школе овладел профессией и языком, будет большим достижением для нашего общества, сказал Шавкят Мерзиёев. Для внедрения этой системы отобраны и по одному городу, и по два района в каждом регионе. Были изучены условия, квалификация педагогов, интерес учащихся к профессиям и иностранным языкам в более чем двух тысячах школ. Теперь предусматривается наладить в этих школах обучение 64 видам рабочих профессий, исходя из особенностей районов и махалей. Перед хакимами поставлена задача организовать, оснастить и обеспечить необходимыми материалами профессиональные мастерские в отобранных школах. К ней будут привлечены лидеры молодёжи и предприниматели, направлены средства из фонда поддержки молодёжи. Сейчас предпринимателей, производителей волнует вопрос. Свободных рабочих мест много, заработная плата хорошая, но нет работников со знанием дела и навыками. Если правильно организовать эту систему, при нашем демографическом росте можно добиться больших результатов, сказал глава государства. Подчёркнута также важность обучения учащихся современным профессиям в области информационных технологий и креативной индустрии. Для качественного преподавания иностранных языков даны указания по привлечению в школы педагогов-носителей языка, внедрению опыта учебников и программ президентских школ по обучению языкам. На совещании Хакима областей представили информацию о планах развития системы преподавания иностранных языков и профессионального обучения на примере отобранных школ. Были поставлены задачи. Выпускники должны знать профессиональный навык. Прорабатывается совместное сотрудничество с компаниями, с местными, а также с международными корпорациями. И, конечно же, наши выпускники 9, 10, 11 класс. Планируется для них отдельная программа для обучения профессионального навыка. А также со стороны президента поставлена задача, чтобы выпускники школ знали два языка. По опыте президентских специализированных школ на сегодняшний день мы имеем программу для второго языка. А также прорабатывается отбор преподавателей, обучение, прорабатывается привлечение иностранных носителей языка. А также было отобрано 280 школ в виде пилотного проекта. Согласно международному опыту планируется обучить седьмого класса второму иностранному языку. Также глава государства указал руководителям отрасли и регионов на необходимость усилить ответственность и контроль за стабильным обеспечением населения энергоресурсами в зимний сезон. Даны соответствующие указания по тесному содействию предпринимателям и предприятиям в решении проблемных вопросов в их деятельности. В необходимых случаях выделению им финансовых ресурсов, предотвращению необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и увеличению предложения на рынках. Продолжение следует...